ФБР в среду опубликовало изображение багажника машины, винтовку и рюкзак Крукса спустя столько времени с момента покушения на Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля. Представители ФБР сообщили, что 20-летний Томас Крукс более 60 раз искал информацию о Трампе, прежде чем зарегистрироваться на митинг Трампа в начале июля. Мы видели постоянные детальные усилия по планированию атаки, некоторые события, то есть он рассматривал любое количество событий или целей, заявил в телефонном брифинге для журналистов Кевин Рожек, высокопоставленный представитель ФБР в Западной Пенсильвании. Он также сказал, что ФБР пока не смогло определить, что победило Крукса попытаться убить Трампа на митинге в Батлере. За несколько дней до митинга 13 июля Крукс искал информацию об этом месте, в том числе о том, где будет выступать Трамп, а также подробности компании, владевшей соседним зданием, с крыши которого он позже произвел 8 выстрелов попытки убить Трампа. Видеодоказательства показывают, что Крукс пробовал на крыше здания около 6 минут. Крукс оставил также в своей машине несколько взрывных устройств. Еще в 2019 году он искал информацию о компонентах этой бомбы. Продолжение следует...